Если вы вдруг, ну совершенно случайно, у себя дома в гараже или на даче найдете бутылку старой или уже ставшей раритетной водки, не спешите звать гостей. Отнесите этот ценный экспонат в музей этого истинно русского напитка. Да-да, есть у нас и такой. Мало того, он существует уже 6 лет и на данный момент насчитывает более 1300 сортов водки самых разных стран мира. Подробнее в нашем следующем сюжете. Привет, дорогой зритель. Ну ты, наверное, включил телевизор для того, чтобы отдохнуть сегодня вечером перед экраном. И мы сейчас это как раз и устроим, потому что находимся в самом хорошем месте для отдыха музея водки. Есть в нашем прекрасном городе на Кришинобаре на 136F музей водки. И поверьте, он поистине уникален. Единственный в Прибалтике два ближайших в Санкт-Петербурге и Амстердаме. Открыли его два друга Леонард Кенкелович и руководитель организации ветерана войны 20 века против террора Игорь Рестолайнен, который по совместительству и экскурсовод. Идея родилась буквально за столом. Собрались взрослые мужики отметить день рождения. И, вы знаете, проблема пустых бутылок, наверное, с этим сталкивались все. Их обычно кладут на пол, и они потом валяются, со звоном бьются, мешают. Мы решили ставить их наверх, на балку, которая поддерживает потолок нашего здания. А еще через полгода мы решили сделать музей. В музее более тысячи экспонатов со всех концов света. В коллекции можно найти как пустые и полные бутылки из-под водки, найденные на чердаках, в гаражах, словом, древние. Так и рекламные вырезки из газет, журналов, этикетки на водочную тематику. Кстати, в музее есть и тематические уголки. Например, угол, посвященный водке Смирнов, авиации, граненому стакану, самогону, дружбе народов, музыке и композиторам, ветеранам мировых и локальных войн. Какая бездна, таланта, энергии, фантазии было вложено создателями разных брендов водки в то, чтобы эту водку заметили и купили. Вот вы посмотрите, вот у меня здесь армейские водки. Вроде бы что, солдат в перерывах между боях открыл бутылку и выпил. Посмотрите, офицерские, адмиральские, синопские, солдатские, фронтовые, спецназовские. Все разные формы бутылки не повторяются. Я езжу на слеты антикваров, на их ярмарки, меня уже знают в лицо. Благодаря моему лицу цена пустой бутылки на таких ярмарках от 50 сантим поднялась до 20 лад. Я уже посылаю своих друзей, дочку. Они бегают, я прячусь в машине, только потом иду покупать. Вот здесь по этикеткам можно посмотреть, вот маленький шрифт, это латвийская довоенная водка. Что мне нравится, здесь написано, что стоимость бутылки входит налог на помощь инвалидам, на культуру и на строительство дорог. Вот белочка известная, даже Задорнов рассказывал про эту бутылку. Видите? Этикетка похожа, но абсолютно разная. Вот бутылка со Сталиным, ни шагу назад. Армейская водка, которую я со временем заберу к себе. Грузинская водка куплена в Греции, из Греции нам привезена. Это путинский уголок. Здесь стояла бутылка с банкета службы внешней разведки, где за столом сидел Путин. Но один из посетителей громко хлопнул дверью, и бутылка упала, разбилась. Но вот путинки сохранились. Осталось пригласить Владимира Владимировича, посмотреть на его уголок. Ну, я думаю, ему будет интересно. Здесь бутылки, которые выполнены в стиле кжели, народных каких-то статуэток. С грушами внутри, со змеями, с тараканами, с грушами внутри. Вот это французская, это белорусская бутылка с водкой. Как попадают груши вовнутрь, меня все спрашивают. Как делают французы, я видел в Дискавере, они берут пустую бутылку весной, привязывают к дереву, и груша вырастает внутри. Белорусы идут другим путем. Уменьшают грушу лазерным лучом? Ну, типа этого. Они кладут туда грушу, и потом запаивают дно. Змея? Настоящая? Да, конечно. Кобра? Купальни Адониса, где... И скорпион? Это, опять-таки, экзотические бутылки. Они все куплены в магазинах, привезены к нам. Это царь-пушка, это портфель командировочного, это туиски, только не с медом, а с водкой внутри. Вот бочонок с медом, он полный до сих пор. Многие из этих бутылок, они полные. Вот эти останутся полными навсегда, это чешская, и, боюсь соврать, производство, у кого еще водка, настойная на марихуане, мы решили никогда в жизни ее не открывать и не пробовать. Вот тоже из последних бутылок, которые к нам попали, видите, доктора Айболит из Белоруссии. Лечит все. Да, он лечит все. Цель музея водки преследует тот же, что и Лувр, и Эрмитаж. Сохранить наследие наций, образцы культуры и творчество народа, чтобы передать шедевры потомкам. Кстати, вход в музей совершенно бесплатный. Мы не ставим целью зарабатывать на этом деньги, приглашаем просто всех. Приходите, смотрите, я проведу экскурсию. Если у вас есть какие-то интересные бутылки, тех, которых нет у нас, приносите, будем благодарны. Я всегда говорю, приносите, если что, я сам выброшу.